здравствуйте дорогие друзья и гости нашего youtube канала сегодня мы с вами оказались в одном из самых крупных городов турции а именно в городе мерсине чем же мерсин так привлекает свое внимание иностранных туристов а тем что здесь очень много различных и очень увлекательных достопримечательностей сегодня я и хочу вас познакомить хотя бы с малой частью этого прекрасного города ну что вы готовы поехали находясь в центре мерсина мы сразу можем познакомиться с вами с двумя главными достопримечательностями этого города это мечеть мигдад и археологический музей находятся они друг с другом по соседству ну а мы сейчас отправимся смотреть что же это за мечеть поехали мечеть была построена в 1980-х годах в районе второго уровня и не шехер города мерсин хотя официальное название района газе обычно его называют мудат по названию мечети мечеть расположена к северу от парка и военно-морского музея мерсина расстояние до средиземного моря составляет около 300 метров общая площадь мечети включая двор составляет 7900 квадратных метров а базовая площадь здания 3070 квадратных метров мечеть рассчитана на обслуживание 5500 человек с такой вместимостью это самая большая мечеть в мерсине и третья по величине мечеть построенная в республиканскую эпоху в турции это также одна из трех шестиминаретных мечетей турции высота минаретов составляет 81 метр на каждом минарете есть три минарета балкона мечеть мудат на самом деле представляет собой комплекс подобный традиционным оманским мечетям помимо религиозных служб в мечети есть конференц-зал библиотека гостевой дом комната соболезнований и здоровительный центр ну что дорогие друзья мы продолжаем знакомить вас самыми главными достопримечательностями города мерсин и за моей спиной находится одна из важнейших достопримечательностей эта крепость к искалесе для всех желающих курсирует специальные катерки которые отвозят полюбоваться этой крепостью а если вы любите экстремальные виды спорта то можете полюбоваться ею с воздуха к искалесе является одной из основных достопримечательностей провинции мерсин девичья крепость построена на скале посреди моря таит в себе множество загадок в этой истории есть место и прекрасной королевской дочери и проницательные гадалки и злому року к искалесе была построена в двенадцатом веке как части единой оборонной системы в то время жителям города карикас приходилось не сладко от набегов пиратов и крепость была призвана защищать горожан казалось бы простая и логичная история по легенде правитель построил это крепость для своей дочери чтобы уберечь ее от злого проклятия но к сожалению проклятие сбылось и дочка его скончалась помимо исторических достопримечательностей к искалесе неизменно привлекает туристов своими широкими песчаными пляжами основных пляже здесь три первый протянулся почти вдоль всего поселка здесь как правило больше всего отдыхающих но при этом и самая развитая инфраструктура 2 расположился под стенами крепости карикас здесь можно поплавать с аквалангом и посмотреть на представителей местные подводные фауны на третьем пляже который находится на западной стороне к искалесе также можно заняться дайвингом или просто позагорать пещеры рай и ад находится в юго-восточной части средиземноморья турции пещеры расположены около двух километрах от трассы д-400 в районе деревни нарлыкую и между городом селевке и в пяти километрах от поселка к искалесе до берега средиземного моря от пещеры рай и ад примерно три километра сами пещеры находятся недалеко друг от друга пещеры рай и ад находится на расстоянии 75 метров чтобы добраться до пещеры рай и ад сначала нужно попасть на участок шоссе д-400 в районе селевке мерсин добраться туда можно на любом междугороднем автобусе который идет по этой трассе если вы едете из мерсина к искалесе селевке атакента а яш и прочих городов этого участка то проще добраться на автобусе маршрута селевке мерсин вход в пещеры ад и рай платный цена входного билета на человека составляет 35 лир каждой пещере нужно подходить через турникеты пройти к пещерам можно по одному билету чтобы попасть к пещере небес предстоит преодолеть 345 ступенек часть из них относится еще к римским временам перед входом в пещеру рай находится церковь девы марии построена в пятых шестых веках построена на месте античного храма по велению религиозного человека по имени павел об этом имеется надпись над входом находится церковь в относительно неплохом состоянии церкви богоматери местами даже сохранились фрески двенадцатых веков одна из них изображает иисуса и апостолов пещеру гелиндере нашел пастух он гулял со своими овечками и козами неподалеку от этой пещеры увидел ежика и погнался за ним так и открылась эта замечательная пещера пещера потрясает своей красотой на дне находится уникальное озеро шириной 30 метров и глубиной 40 метров его называют зеркальным потому что вода никогда не движется красоты начинаются сразу после спуска в длину пещеры 555 метров высота главной галереи составляет 18 метров ширина 100 метров здесь много залов колонн сталактитов сталагмитов и все это начало формироваться 30 миллионов лет назад это одно из самых великолепных произведений природы какое мне приходилось видеть возле озера беззвучие никакого движения кажется слышно как продолжают расти сталактиты и сталагмиты они отражаются в озерном зеркале создавая сказочную атмосферу мерсин марина рассчитана на 500 швартовочных мест на воде и 500 мест для стоянки на суше мерсин марина является самой крупной мариной на восточном побережье средиземного моря разработанная как городской порт мерсин марина привносит в мерсин новое качество жизни социальные и культурные объекты амфитеатр на 2000 гостей для проведения международных концертов и особых выступлений торговые центры кафе бары и рестораны игровые и спортивные площадки ну что же дорогие друзья на этом наше сегодняшнее путешествие заканчивается я показала вам всего лишь малую часть достопримечательностей в мерсине но у вас всегда есть возможность приехать и увидеть все своими глазами а если вам особенно что-то приглянулось напишите пожалуйста об этом в комментариях с вами была анастасия компания арбат холмс подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите свои комментарии пока пока